Последние 10 лет Югра приумножала собственные ресурсы, фиксируя ощутимые успехи практически на всех основных направлениях жизни региона. Приоритеты поступательного развития все эти годы задавала губернатор Наталья Комарова. Жизнь показала, что ее расчеты и видение перспективы оказались точными. Главнее всего погода в доме. А когда этот дом еще и капитальный, то на душе круглый год весна. Решение квартирного вопроса в Югре стало главной радостью для многих семей. Полвека назад деревянные времянки стали своеобразным символом эпохи промышленного освоения Севера. Так было, пока Наталья Комарова не вступила в должность губернатора. В 2010 году она вышла с инициативой к президенту по легализации Болочного жилого фонда. До нее такой работы не велось. Сейчас интересы болочников занесены в правовое поле на федеральном уровне. И теперь на ликвидацию таких строений выделяют средства из бюджета страны. С 2004 года мы как начали пытаться пройти как непригодные для проживания, ветхие. Много было программ. Мы по всяким причинам не попадали в эти программы. Но вот чудо свершилось в 2019 году. В сентябре нас пригласили, вручили информационное письмо о том, что мы такие утверждены по этой программе переселения. С 2012 года в Югре заработал процесс переселения. В списках оказались почти 10 тысяч балков. К маю этого года нерасселенными остались чуть больше тысячи строений. Скоро от балков освободятся полностью. Это один из главных приоритетов региональной власти. Обустроены очень хорошо, очень. Все за забором. Детские площадочки я сейчас смотрю. Мы проходили сейчас везде. Я считаю, что очень хорошо. Детский садик, школа доступна также. Детский садик. Активный снос ветхих домов и массовое переселение людей в новостройки. В минувшую десятилетку в округе утвердили план по ежегодному вводу в эксплуатацию 1 миллиона квадратных метров жилья. Югорские города превратились в современные мегаполисы с деловыми центрами и жилыми районами. Регион под вашим руководством развивается очень успешно. Показатели впечатляют. Например, как объем строительства значительно выше, чем в среднем по стране. Если в среднем по России это меньше 7%, у вас 44,5%. Югра демонстрирует один из лучших в России демографических показателей. С начала этого года в округе родилось 8167 малышей. Уровень жизни населения в регионе один из самых высоких в стране. С 1 января маленькие югорчане получают шкатулки, расту в Югре и денежный сертификат. Плюс ко всему югорский семейный капитал увеличился до 150 тысяч рублей. Президент это отметил, что у нас хорошо решается демографическая проблема не только с точки зрения миграционной, но и с точки зрения демографического прироста на территории Югры. И мне кажется, что это самый главный и самый важный показатель. Потому что многодетные семьи и просто семьи и дети не рождаются там, где плохо. Говоря о льготах, в Югре за последние 10 лет стало комфортнее не только жителям, но и нефтегазовым предприятиям. При активном продвижении окружных властей правительство Российской Федерации одобрило законопроект о налоге на дополнительный доход. Специальный режим позволит поддерживать нужный уровень добычи нефти и газа в непростых экономических условиях. И с элитами сумела работать, и с экономикой, и с людьми, населяющими Югру, и с руководителями государства, и с министерствами. Нефтяники смогут более грамотно распоряжаться своими финансовыми ресурсами. Кроме того, реформа позволит увеличить инвестиционную привлекательность новых проектов, разработка которых нерентабельна. А это, в свою очередь, обеспечит новые поступления, которые пойдут на благо региона. 20 мая 2020 года в регионе зарегистрирована добыча 12-миллиардной тонны нефти, накопленный объем. Общий объем инвестиций крупнейшей нефтяной компании составляет около 700 миллиардов рублей в год. При этом упомяну об особенных проектах. Это проект, который мы реализуем совместно с Газпромнефтью и министерствами правительства Российской Федерации о создании комплекса отечественных технологий, высокотехнологичного оборудования Бажен с общим объемом инвестиций 75 миллиардов рублей. Как мне кажется, глава государства учитывал еще и то, что исполнительной властью региона созданы крайне благоприятные условия для работы компаний нефтегазодобывающего сектора. Это особенно актуально с учетом тех внешнеэкономических факторов, которые предопределили устойчивую тенденцию на снижение цен на углеводороды. Как мне кажется, глава государства таким образом дает понять, что те решения, которые вырабатывает правительство Югры, правильные. И тот курс, который выбран, необходимо сохранить. К слову, около 15% налоговых отчислений и сборов в бюджет страны поступают из Югры. Воловой региональный продукт впервые преодолел планку в 4,5 триллиона рублей. Напомню, в Югре кандидатов в губернаторы выдвигают политические партии. Президент страны определяет из них оптимальных претендентов. После решения закрепляет региональный парламент. Судя по тому, как президент к ней относится, а видно, что к ней относится хорошо, результаты, которые есть в регионе, ее удовлетворяют. И поэтому главный избиратель вашего губернатора, Владимир Владимирович Путин, он принял решение, что он будет голосовать за нее, если бы он жил в вашем регионе. Комарова по своему политическому стилю принтер. То есть она в состоянии принимать быстрые решения, быстро реагировать на возникновение каких-то нештатных конфликтных ситуаций. И она не раз демонстрировала эти возможности. Еще одно условие комфорта – это дружба. В Югре проживают представители более 120 национальностей. Сами югорчане оценивают межнациональные отношения в регионе как спокойные. Здесь, в Югре, молодежь яркая и талантливая. И мы это видим на федеральном уровне. Многие равняются, смотрят на социальные сети, как отражается деятельность молодежи. Эта молодежь объединяет и все национальности, и все конфессии. И здесь все находят мир и согласие. Нет погоды в доме без погоды в регионе. Самое главное, на что делают упор окружные власти – создание комфортной жизни для югорчан.